Ушастый персонаж перечеркнут красной чертой и обозначен оккупанта. Привет! Новая рабочая неделя подходит к концу, а это значит на сегодня хватит самых странных, абсурдных новостей недели. Но прежде чем мы начнем, не забудьте про лайк и подписку. В школах Киева появились плакаты с призывом бойкотировать чебурашку. Ушастый персонаж перечеркнут красной чертой и обозначен оккупанта. А как же крокодил Гена или он стопроцентный украинец? По всей видимости, слухи об успехе фильма дошли. Им заинтересовались украинские дети. Гонения еще на советский мультик начались еще в 2021 году. Национальная служба безопасности Украины обнаружила там пропаганду визитов в Крым. Речь идет о сцене, где Гена, Чебурашка и Шапокляк стоят на вокзале, а за ним виден вагон с надписью «Ялта Москва». Кстати, о Шапокляк. Полагаю, ей дадут звание народного героя. Все-таки воевала против оккупанта Чебурашки. И следующей персоной Нонграда станет кот Леопольд. А вот персонажа Хрюша украинцам нужно все-таки оставить. Польша предложила Украине передать культурные ценности. На временное хранение, разумеется. А это значит, в случае краха нынешнего киевского режима предметы искусства останутся у них. Ничего не скажешь, добрый сосед. А там, где временное хранение, там и временное пользование. А что? Это такая забота по-польски. В Варшаве уже заявили, что имеют подготовленные склады в библиотеках и музеях. А упрощение перевоза через границу увеличит объемы контрабанды в Европу. Так что такое предложение вполне могут киевские власти и принять. А что в итоге? Мало того, что все продали, а что не успели, бесплатно раздадут. Разгром России является одним из приоритетов внешней политики. Об этом заявили МИД Латвии. Вот это серьезная угроза. Уже можно начинать бояться? США вот пытались разгромить не один десяток лет. Да только все никак не получается. А что касается едва заметного государства на карте, то кажется, их власти больше озабочены тем, как насолить Россию, чем улучшить жизни своих граждан. Доходят до совсем тяжелых случаев. Например, недавно латвийский депутат заявил, что нет никакой русской нации. А сам русский язык возник как диалект, когда татары-монголы пытались говорить по-украински. После этого и заявления многие усомнились в наличии у него хотя бы школьного образования. Латвийские власти считают, что бумажка о союзе с НАТО дает им непробиваемый щит. И можно прячься за ним, погавкивать на Россию. Вот только мы наглядно видим, что договоренности у Европы уже мало что значит. А вот за базар рано или поздно придется отвечать. Майя Санду не нашла прессу на официальной церемонии. А что, даже румыны не пришли? Прессу не пригласили. Или она не пришла? Что случилось? Поинтересовалась президентка Молдовы. Так она же всех закрыла. Но, натягивая улыбку, Майя решила дважды уточнить. Но президентке не стоило так волноваться. Забвение ей точно пока что не грозит. Молдоване на протестах только так ее вспоминают. А выжившая пресса в Молдове не только не приходит, но иногда проявляют даже заботу. Так бывший глава правительства заметил, что в прошлом году СМИ не рассказывали о ВВП за третий квартал. А то девушка снова куда-то улетит, еще расстроится по дороге. Но злополучная информация все же пролезла. Так стало известно, что инфляция в стране в 2022 году составила 30%. Что стало худшим результатом в Европе. Ой, надеюсь, Майя не увидит это видео, а то еще расстроится. Ну а теперь точно хватит. С вами была Ксения Панкова. Увидимся через неделю.